Сегодня в программе. Один человек, одна семья и 15 загадочных смертей. Это было, знаете, очень тяжело и горько даже. Это моя дочь. Можно было бы ее спасти. Смогут ли экстрасенсы дать ответы на самые тревожные вопросы? Здесь вот однозначно идет какая-то вторая ваша половинка. Что было? Что вообще произошло? Я вижу троих людей. Ох, х**. Настоящие люди. Реальные живые истории в телепроекте «Тайны экстрасенсов» прямо сейчас. Может, это проклятие? Ну, говорит, ведьма. «Тайны экстрасенсов» Этого жизнерадостного мужчину зовут Рашад Незамеев. В свои 62 года Рашад пережил почти всех своих родственников. От некогда большой и счастливой семьи из девяти человек практически не осталось и следа. Мы просто жили обыденной жизнью. Нормальной жизнью жили. Я пришел на программу для того, чтобы узнать, какая судьба, какие причины смертей, какая судьба произошла с моими родственниками. Это, во-первых, моя мама, мой отец, мой брат Ильяс, моя дочь Алия. Члены семьи загадочным образом уходили из жизни один за другим. Все началось с гибели бабушки, чью жизнь унес туберкулез в 66 лет. Затем ушла из жизни мать Рашада, Дамира. В следующем в семье в возрасте 33 лет умер брат Рашада по имени Ильяс. При жизни он был инвалидом первой группы и нуждался в постоянном уходе. Все было бы прекрасно. Родился я первым в 59 году, 5 февраля. Потом через два года родился мой брат Ильяс. Родился он в неимоверно тяжелых условиях. Была родовая травма. Поначалу все было нормально. Но дело в том, что в какой-то определенный момент начались происходить какие-то события, которых я просто не могу даже себе даже объяснить, не сказать, ни что даже. Во-первых, он не видел раз. Он не мог есть, не мог ходить, не себя обслуживать. Это тяжело говорить. Очень тяжело даже. Во-первых, он был хорошим человеком, реально хорошим человеком. Человек, который беззащитен полностью, сто процентов. То есть, это был просто человек, за которого нам постоянно смотреть. Я сейчас заплачу. Так умер он на наших руках, понимаете. Простая ветрянка. А этот человек просто заболел, и все. После смерти любимого младшего брата, Рашад попросту не мог понять, за что ему и его семье была уготована такая страшная участь. И вот в один прекрасный момент звонит отец мне, и он просто молчит. Он уже не мог говорить, понимаете. Он не мог говорить. Что-то случилось. И я не мог открыть дверь. Он просто-напросто ее заблокировал. И просто эту дверь выбил. Мужчина скончался от инсульта в самом расцвете лет. Я предполагал, что это будет, на самом деле, очень страшное зрелище. И вот это зрелище появилось. Отец реально ушел головой в кухонный стол. У меня такое чувство было реально. Ну, как это может быть? Последней каплей для Рашады стала смерть дочери по имени Алия. В возрасте 8 лет врачи диагностировали у девочки диабет. А уже в 18 Алия впала в кому и умерла. У меня первая дочь Алия. Получилось так, что 8 лет она заборела с сахарным диабетом. Первая кома была 8 лет, а вторая кома 18. Получилось так, что когда начали искать Алию, а они в этот день пошли гулять с одной подругой, и у них случилась кома. То есть, представляете, человек, который очень хочет сладкого, но нельзя. А у меня была, значит, отторочка, которой она кололась. Никто даже не мог подумать из врачей, кто она. Все думали наркоманкой, потому что все было исколото. Это было, знаете, очень тяжело и горько даже. Чувство вины, понимаете, вот именно чувство вины. Что-то я не то сделал. В такой степени сильнее чувствуется моей дочерью. И в один прекрасный момент, после похорона, прошло что-то, наверное, где-то месяц прошло, приснился сон. Алия стоит передо мной и мне говорит, ты не обижаешься на меня. Даже она, она поняла, что, может, она что-то не то сделает. Но сам Гландый, я не то сделал в жизни, совершенно не то должен. Она приходит ко мне в виде, я так считаю, какого-то котенка, который ласкается, да? Какой-то собачки. Она всегда. Вспоминая об этой жуткой череде смертей, Рошад постоянно думает о злом Роке, который буквально преследует его семью. По его ощущениям, костлявая рука смерти словно ходит за ним по пятам. Так что же это? Странная череда совпадений или же вмешательство неведомых потусторонних сил? Неужели какое-то незримое проклятие уже несколько десятков лет выкашивать семью Незамеевых? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, Рошад обратился за помощью к экстрасенсам. А я хочу узнать у экстрасенсов по поводу отца, причину его смерти, по поводу мамы, можно было бы ее спасти, по поводу брата тоже, про дочь, да, я хочу узнать тоже. В последние минуты жизни, что было, что вообще произошло, удастся ли нашим ясновидящим почувствовать запечатленных на фотографии покойных родственников Рошата сквозь непроницаемый конверт. Смогут ли экстрасенсы понять, что для чистоты эксперимента мы специально ввели их в заблуждение, предложив ознакомиться с тремя конвертами, два из которых окажутся пустыми. А я вот хочу узнать, у экстрасенсов на самом деле так или как? Может, это проклятие? На наш род на самом деле. Первый к заданию приступает торолог Юлия Сергеева. Сейчас попробуем. Вы закрываетесь. Не за что. Я же чувствую. Я только чувствую сейчас то, что вы закрываетесь. Юлия зажгла свечу и устремила праведческий взор на колоду карт Таро. Быть может, они действительно смогут рассказать ей то, чего нельзя увидеть глазами. А вы можете на меня смотреть? Ладно, про первую. Давайте, карты помогите ему. Но карты не помогали. Юлия выкладывала информацию по всем трем конвертам, даже не заподозрив нашего подвоха. Какой-то обман. Вообще, самое интересное, то, что у нас с каждого конверта идет тепло. А помимо магического воздействия, я здесь вижу еще что-то связанное с алкоголем. Почему-то у меня вот здесь вот прям напитки какие-то идут. Либо какая-то вечеринка, какое-то мероприятие было. С дорогой еще что-то связано. С дорогой как будто что-то связано. Вот у меня идет вечеринка. Энергетику дочки Рошата считать ей так и не удалось. Юлия так и не смогла заметить наш подвох и не нашла единственную настоящую фотографию среди трех предложенных. Ну, изображено, я вот здесь сказала свои предположения, которые у меня идут, да? То есть, если здесь женщина вторая половинка, ну, так чувствую. Но опять-таки, вот я говорю, я не специализируюсь на, ну, то есть, я не смотрю обычно смерти. Здесь бы я предположила, то, что, по крайней мере, ну, не знаю, мне кажется, то, что она здесь жива, потому что энергия теплая. Мужская энергия. Сначала подумала то, что какое-то такое отношение отеческое, но как будто больше с работой связано. Но Рошата, казалось, это только повеселило. Ну, что-то не то, да? Да нет, я на свечу смотрю, как бы она не потухла. Ну, ничего страшного, даже если потухнет, можно заново зажечь. Дальше. Здесь мужчина идет, здесь я не вижу прям каких-то родственных связей, нет, скорее, как будто бок о бок что-то делали. Очень большое чувство вины с вашей стороны, но, как вот я вижу, насколько я вижу, то, что вы в этой ситуации были не виноваты, там какие-то были обстоятельства, тоже что-то неожиданное произошло. Могу открывать? Открывайте, да. Хорошо. Вот это да! Серьезно? Видите, какой интересный момент. Ведь они все пустые. Серьезно? Да, ты видите. Хорошо. Ага, ребенок. На этом испытание для Юлии закончилось. А Рошад после ее ухода сразу же выдвинул свои версии о происхождении ее паранормальных способностей. Вот эта женщина смотрела почему-то на меня. То есть непонятно. Я даже не понимал, при чем тут женщина какая-то, при чем тут какой-то мужчина. Я работаю, да, именно непосредственно с людьми. А вот сегодняшнее задание для меня было в новинку, потому что я никогда не смотрела по конвертам. Всегда работаю именно вот так. Но всегда у меня при себе карты. Мои любимые карты, мои помощники. То дорога была какая-то там непонятная, ну, кто знает там, какая дорога была. Ну, вот этого я не увидела, реально. Психолог. Она похожа на психолога, да. Она, видите, какие-то отходные маневры начала там показывать там, что давайте вот так, давайте вот так вот. Я считаю, что с испытанием я справилась на 80%. О следующем, раскрыть причину руковой цепочки смертей в семье Рошата, попытается и сновидящий Михаил Николаев, который утверждает, что получил сверхъестественные способности после пережитой клинической смерти. В своей работе он использует энергию металла. Но вместо того, чтобы рассказать о человеке, изображенном на фотографии, Михаил стал демонстрировать Рошату и нашей съемочной группе свои причудливые навыки. Разочаровавшись в силе столовых приборов, Михаил обратился за помощью к тибетской чаше. Но и та, судя по всему, не работала. Ведь увиденное Михаилом, мягко говоря, не соответствовало действительности. А терпение нашего гостя уже подходило к концу. Я вижу троих людей. Большой дом, коричневый кирпич, рядом поезд. Я не вижу, что что-то плохое случилось с этим людьми. Они живы сейчас. Больше ничего не имеешь. Что-то, что с ними произошло, какое-то несчастье, я не чувствую. Увидел просто вот эту семью, три человека, которые вот все, что я мог ощутить. Какой-то энергии, что-то негативного, плохого я здесь не увидел. Увидел дом, кирпич, поезд проходящий. Но я не понимаю, насколько это все связано с этим здесь, в данном случае. Это моя дочь. Она умерла от сахарного диабета в 2002 году в возрасте 18 лет. В 18-ти? Да. Девякому 8 лет и у 17. У вас есть еще дети? Да. Сын? Дочь. Дочь? Спасибо. Спасибо большое. На все души. Не сумев ничем удивить сидящего напротив человека, Михаил покинул съемочную площадку. А Рошад уже, казалось бы, совсем потерял всякое терпение и веру в экстрасенсов. Ну, если рассказывать, как я работаю, я работаю с железом. И, как правило, я вообще человек магнит и примагничиваю к себе металлический предмет. И в данном случае просто я вспотел, мне было жарко и не получилось, скажем, может быть, полноценно подключиться к энергии через металл. Ну, скажем так, человек очень старался, даже ложка упала. Ну, в жизни все бывает, конечно. Ну, да, ну, жалко человек, конечно. Он очень старался, реально. То ли переволновался, то ли что-то такое. Похоже, такие... Надежда оставалась только на последнего ясновидящего. Последним к расследованию приступает экстрасенс Игорь Стоунберг. Если ему не удастся почувствовать человека на фотографии и рассказать о его судьбе, нам придется признать эксперимент провалившимся. Вместо того, чтобы начать проходить испытания, и считывать энергетику фотографии в конверте, ясновидящий переключился на Рошата. Человек очень упрямый. Не любит... Не любите слушаться, что вам говорят. Все время идете наперекор, как вот против... против вам. Как врачи говорят, а вы их не слушаете и не слушаете. на работе какой-то как инцидент, случай, что вот вам плохо, вас прям увозят. на сколько раз резали у вас? Это 5, 6, 7, где-то вот так, как будто число 7, ну, как операции, что ли, 7 раз, или вот вмешательство хирургическое. он назвал количество стентов, то есть это тоже операции, сколько у меня, они их, ровно 7 у меня. У меня 7 стентов стоят, у меня, ну, у меня был инфарк, и он правильно сказал, что я на рабочем месте, меня с рабочего места что вели, вы зли. Я уже картину у вас в детском возрасте, вам лет не больше, может быть, 7, очень много голосов, очень много голосов пытается пробиться очень тише, 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 В сумме рядом, дети кричат. Ирина, Николай, преподаватели, вижу, мужчина, статный, высокий, Иван Никитич, что ли, имя. Он вас очень хвалит, говорит, вы молодец, что продолжаете заниматься тем, чем занимаетесь. И там еще рядом мужчина стоит, Владимир Павлович, тоже ваш преподаватель, похоже. у вас полная семья была, полная чаша. Брат, очень любите, очень любите его, как младше вас. я вижу вы с ним на улице и в снегу и летом играете, а в голове только мысли, как не защитил, не защитил, прости, не помог. тут очень много людей, которые хотят с вами связаться, очень много, я сейчас здесь, подождите. ради внучки живите, девочка лет 4-5, есть к чему стремиться. меня сейчас из фотографии просят. Извините, я все. Внезапно экстрасенс начал проводить некий ритуал. Все затаили дыхание. Вы эту фотографию видели? не отдам. Как니? Это интересно. Нет, ουμε не, uscитал думаю. Все это еще раз. Спасибо. Вот от этой фотографии идёт холодная, мёртвая энергетика. От остальных идёт тоже как на холод похоже, но оно как-будто неодушевлённое, как-будто пейзаж фотографировали или что-то вот. Девочка, у меня как во рту пересохло, как сожрать что-то за охота, прям сразу захотелось, как от себя сладкого навернуть, не пойму. Девочка лет 5-4, её не вижу в живых. Она как-то одета, у неё вот здесь, вот так, тут что-то повязано, внизу вот здесь какая-то надпись как будто большая такая. Только насчёт вот этих двух фотографий скажу, что они меня не интересуют абсолютно. В третьей что-то определённое есть, но это мёртвая энергетика. Я могу связаться с духом человека, который изображён. Если мне позволят открыть фотографию, я могу. Мой вердикт то, что здесь определённо мёртвая энергетика. Эта девочка, ну очень не свежая фотография, очень старая, до меня, до моих времён. Эти две фотографии, я не могу сказать, что там, но они просто мне не вызывают интерес вообще никакой. Всё. Пустая. Да. Ну то, что вы говорили, на самом деле. Это моя дочь. Первая кома, 8 лет, сахарный диабет, как вы правильно сказали, сухость, сладко и хочется. Вторая, 18 лет. Сейчас я... То, что повязан, правильно сказали, повязан? Секундочку. Позвольте, я вызову её. Долг здесь, чтобы можно было пообщаться. Сейчас. Можно имя девочки узнать, пожалуйста. Алья. Алья. Расскажи. Вот здесь. Все были в шоке. Неужели в этот момент, прямо за спиной Рашата стоял дух его покойной дочери Алии? Экстрасенс продолжал рассказывать вещи, которые ему передавал призрак девочки, как вдруг над съёмочной площадкой нависла пугающая тишина. Она говорит, папа, не вини. Не вини. Ты ведь знаешь, как болела. Не вини, не обижайся, пожалуйста. Пожалуйста, только не обижайся, папулечка. Я... Я не хотел, чтобы гадости говорили такие. Чтобы... Чтобы такое вот подумали. Ты не виноват, не обижайся, не вини, прошу. Элину со Светой люблю, смотрю за ними. Вас защищаю вместе, только будьте. Всё будет хорошо, я за вами присматриваю. Ох, бля... Это невероятно. Но в тот момент казалось, будто бы дух Алии разговаривал со своим отцом через Игоря. Папочка, ты только не вини себя. Ты сердечко своё не переживай. Ещё много-много лет счастливых проживёшь. Полная чаша в семье будет, только не переживай. Каждое его предложение, каждое слово словно находило отклик в сердце несчастного отца. Сейчас она ещё здесь, подождите. Подожди. А-а-а... 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 Она говорит, что готова рассказать, почему все так произошло. Вот вопросы, которые у вас есть, она знает. Не перебивайте, я сейчас буду ее слушать. Тише, 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 голосовник, б**ть. Говорит, брат. Нет, не смерть. Потом умер. Отец, можно руку вашу? Нет, я просто... Отец, у него как что-то в голове. Или он, как вот, вижу вот в такой вот позе. Он как то ли держится, то ли молчит, молчит. Это вы. Слова, слова. Один. Тоже смерть. Ох, б**ть, как же много, б**ть. Мать. Алья говорит, ты за мать себя не вини. Ты не вини. Никак. Не вздумай. Показывает, как 15-17 лет назад умерла тоже. Че ж у вас с такой, б**ть, происходит? Че такое? Ох, б**ть. Она пытается слово сказать. Тише, тише скажи, с одно слово. Экстрасенс надолго замолчал и погрузился в транс, после чего, словно гром среди ясного неба, прозвучало одно страшное слово. Она говорит, ведьма. Так неужели некая ведьма, о которой говорил Игорь, решила отомстить деду Рошата и прокляла весь рот Незамеевых? Все затаили дыхание. А Рошат заметно волновался, ожидая услышать от ясновидящего ответ на давно тревожащий его вопрос. Неужели на его семье лежит проклятие, которое буквально выкашивает друг за другом всех его родственников? Так. Можно еще раз вашу руку? Одну. Слышен. Кто это был? Кто? Как там? Это чернота. Ужас. Писки они. Это ваш родственник. Он жил давно. тоже как это как век почти уже тянется женщина зачем мне сюда что-ли провела она еще к вам привязана эта женщина это 70 лет длинные волосы какие-то деревня очень-очень мощная какая-то магия прям паскудная это все через него пошло она ведьма сказала я твой рот прокляну несколько несколько поколений это все тянется тянется до сих пор у вас вот сейчас от нее прям ниточка вот так вот проходит через груди ну прям я извиняюсь скажу если сейчас вот не обрежем я вижу еще смерти я сейчас если отсюда выйду после разговора с вами с ней с дочкой вашей сведения она меня за меня в покой не оставит это в лучшем случае про вас я вообще молчу раз мы ее сюда вытащили что-то что-то вы сейчас готовы будете со мной поработать мы можем ее навсегда послать в одно место чтобы она больше не возвращалась чтобы она отвязалась прямо сейчас руки наши нет что-то вы будете делать что я скажу вы хорошо так 10 минут можно мне сумку с инвентарем пожалуйста сейчас что что делать не под запись пожалуйста можно можно не под запись не снимайте пожалуйста мы не можем целиком показывать вам то что происходило дальше не снимайте отойдите пожалуйста если детей хотите иметь уйдите пожалуйста но судя по всему игорь провел некий магический ритуал по изгнанию духа ведьмы которая уже почти целое столетие выкашивала семью незамеевых я буду выключите свет увидели смотрите руку на страницу в пи***ь чтобы сука не возвращалась мы не знаем правда это или нет но после того как ритуал завершился рашад заметно поменялся в настроении за долгое время на его лице появилась искренняя улыбка рашад еще долго не хотел отпускать ясновидящего и желал пообщаться с ним наедине и казалось бы только сейчас рашад смог впервые вздохнуть с облегчением ведь если верить словам экстрасенса то череда трагических событий в его семье оборвалась это было проклятием его сейчас нет рашад спасибо большое вы занимаетесь сейчас живете полной жизнью полной жизнью живете занимаетесь творчеством на сцене выступаете спасибо вы молодец вы не обожаете все будет хорошо все будет хорошо вас за вами Илья смотрит молодец у вас все получится обязательно продолжается в творчестве ваша жизнь понимаете в семье ваша жизнь спасибо Игорь спасибо пожалуйста как все это увидели на самом деле пребывая в полнейшем шоке после общения с Игорем рашад еще долго не мог прийти в себя просто меня расстроил время да от всей души телефончик можно мы не можем утверждать на сто процентов что семью Незамеевых почти сто лет преследовало проклятие это мощно даже это мощно вообще это в точку конкретно я что-то умею совсем шут у меня даже ноги подкашиваются даже ноги подкашиваются даже ноги подкашиваются даже но одно мы знаем точно любовь и счастье больше никогда не покинут семью Рашада ведь отныне он будет жить яркой и насыщенной жизнью не оглядываясь на страшное прошлое но когда он подошел ко мне сзади положил руку и самое интересное назвал имя моей жены и моей дочери это просто удивился реально он начал вызывать духа моей дочери или ей кстати он ее тоже не я же не говорил как ее зовут он назвал ее так все таки он решил избавиться от этого духа ведьмы в итоге получилось так что он провел обряд я вот здесь сидел мне было так тяжело я я конечно соответственно спасибо Игорю то что он мне все все раскрыл все показал это прям ну да это там немыслимо даже это на грани фантастики реально даже какая-то мистика как это узнать все это даже сказал то что я хотел узнать по поводу своего отца вот он тоже здесь сказал там сказал и по поводу моего деда Геляжедина что у него было ранение в голову его просто просто бойцы санроты все таки подняли его ну в принципе когда мы с отцом когда он жив и был мы поднимали эти вопросы вот и там скользь было указано то что да у него было ранение это тоже подтвердилось то есть как это определяется я даже не знаю просто молодец какие-то вопросы все таки поднялись они как-то уже есть ответ на вопросы я просто удивился реально мне просто удивило и шокировало то что он говорит если вы занимаетесь творчеством так и занимайтесь а у меня концерт 23 числа то что ему право вот он говорит правильно говорит надо жить дальше не смотри на что то что я делал на самом деле вот он вот он что тут